здравствуйте уважаемые подписчики и просто мои друзья сегодня мы поговорим о козелках и козле вот у нас вот козел вы видите у нас зовут его борька такой грязнули лохматый но это уже матерый козел который у нас не первый год но все остальные вот козлятки у нас их трое это кастрированные козлятки и вот в одном из видео как кастрировать козлят я вам показывал что мы кастрировали 1 яйцового козленка то есть в мошон очки у него было одно яичко такой козленок для племенной работы не годится и навряд ли кто-то у вас его купит на племя скорее всего на мясо и вот поэтому мы его кастрировали но это совсем не означает что вот мы кастрировали 1 яйцового козленочка и на этом можно успокоиться нет у него может быть второе яичко второе яичко где-то находиться в районе почек вот и то что вы кастрировали вот такого козленочка выбраковку мы и он мы и его называем это совсем не говорит о том что вам нужно успокоиться и не наблюдать за ним он также у него может оставаться второе яичко и он может козочку легко огулять вот то есть его желательно пока он не подрос и не достиг половозрелого возраста его желательно продать каком-то джигита на мясо или зарезать самим и просто-напросто скушать будут отличные котлетки я вас уверяю пока он еще не загулял его до этого времени зарезать или продать на шашлык и все ну вот в нашем случае у нас есть свой матерый козел у нас даже козляток вот этих вот козелков кастрировать в принципе и не нужно у нас все они содержатся и пасутся вместе вот этот вот матерый козел а гулять молодым козликом просто-напросто не даст борька он всех отгоняет от козочек которые поднялись и не дает даже близко подходить и чужим козлам и все единственное что почему мы кастрируем все таки почему мы кастрируем во первых его можно в любое время зарезать этого козелка и просто-напросто скушать вот или продать кому-нибудь на мясо это первое второе вот у нас очень много в деревне бродячих коз просто люди выпускают этих козочек они бродят ходят и вот если такая коза поднялась то отогнать от него козла просто невозможно то есть вот например и при посьбе это доставляет очень много хлопот то есть такой козленок просто из вашего стада коза заорет какая-нибудь чужая он убежал и все и потом его ищи свищи бегай за ним полдня вот лови и все такое прочее это не есть хорошо поэтому мы кастрируем чтобы не было лишней мороки и не было вот несанкционированных зачатий а также в любое время у нас была возможность если у нас его не купили этого козли этого козлика его зарезать и просто-напросто скушать вот и все ну еще будет осень пора когда козлики будут огуливать козочек я вам все это покажу постараюсь заснять и рассказать ну вообще вот нашу уборку мы держим всегда в теплом помещении зимой мы его не выгоняем на улицу вообще то есть чтобы он не застудил свое хозяйство и желательно желательно вот такого козлика держать зимой в тепле хорошо кормить и следить за тем чтобы он в течение лет хорошо наедался потому что в осенний период когда козы начинают подыматься и гулять он вообще ничего не ест увлечен беготней за козами мало кушает поэтому ему за зиму и за лето надо набраться много сил вот он наш знаменитый грязнуля мы его уже он нас огуливал и соседних козочек козочек соседей все проходило нормально вот желаю вам удачи выращивание и воспитание ваших козочек и козелков до свидания